Доброе утро, дорогие друзья. Давайте поговорим о нашей недельной главе Лехлиха, о Аврааме и его влиянии на мир. Потому что Авраам в первую очередь поменял мир. Человек, который поменял мир. Согласно Кабале, у каждого из нас есть энергетическое духовное поле, которое расположено примерно на 2 метра от человека. Хотя его нельзя увидеть невыраженным взглядом, это поле так же реально, как и невидимые атомы, которые... Воздуха, которое мы не видим, его влияние на нас так же бесспорно, как гравитации, которой силы мы не видим. Когда это поле заряжено негативной энергией, мы оказываемся на более низком уровне. На нас это плохо влияет. Испытываем грусть, стресс, депрессию, какие-то еще негативные вещи. Или просто чувствуем себя несчастными. Посещение даже неприятных мест, контакты с людьми, у которых негативная энергия, которые настроены негативно, они влияют на нашу жизнь. Наше личное пространство нарушается вот этой беспокойной энергией, и это ставит под угрозу наше благополучие. И наоборот, если человек духовный и хороший. Согласно нашему восприятию, восприятию людей, которые живут сегодня в нашем мире, основная реальность это что? Материальный мир. Вот видно так, ударили кулаком, вижу. Поэтому любые физические действия мы воспринимаем как реальные. А слово для нас имеет уже второстепенное значение. А мысль это вообще представляется чем-то призрачным, не имеющим какого-то реального существования. Однако, согласно духовному восприятию, все совершенно иначе. Духовность является подлинной реальностью, а самостоятельно существующая материальность, она иллюзия. Это трудно понять, но надо попытаться в это вдуматься. Материальный мир это только инструмент, управляемый из высших духовных миров. Вот это основа основ. Теперь вернемся к Аврааму. Авраам собирал души, он влиял на тех, с кем общался. Поэтому нам тоже надо следить за своим окружением. Негативные и разрушительные личности, которые иногда пробираются в нашу жизнь. Вначале кажутся нам красивыми, интересными, замечательными. На самом деле они забирают нашу энергию, лишая нас духовного света. В результате это не просто игрушки. В результате защита наша ослабевает. И мы становимся уязвимы физически, ментально, эмоционально, духовно. Все это убивает нашу защиту. Вообще в период, вот ответственный период, такой как сейчас, надо пересмотреть, а может даже иногда и переформатировать свое окружение. Потому что в определенные моменты, написали мудрецы, именно окружение становится решающим фактором за нас или против нас. Очень важно, вот как бы, человек меняется, должен меняться. Человек меняется, это очень важно, это номер один. Но вместе меняя себя, надо менять окружающую среду и свое окружение. Не надо вычеркивать старых друзей. Надо добавлять к этому окружению тех, кто несут духовную чистоту. Правда иногда бывает, что мы чувствуем, что какой-то человек настолько забирает нашу духовность. Наверное, надо отойти на расстояние. Мы уже говорили, что цель нашей жизни это найти Бога. Мы ищем Бога. Мы ищем вот этот абсолютный свет. Каждая из нас обладает определенной, ну скажем так, затемненностью. Когда мы игнорируем это, не обращаем внимания на свою затемненность, не ищем, как это исправить, жизнь начинает наносить легкие удары. Если мы не видим, и дальше спрашиваем, за что, почему именно я, почему Бог именно так делает, удары становятся сильнее. Вот смотрите, когда солнечный свет проникает в комнату, и там вот через занавески такой свет, мы видим вдруг мириады пылинок. Как еще могли бы мы увидеть вот эту витающую в воздухе пыль? Свет работает точно так же, когда мы позволяем войти в нашу жизнь. Он высвечивает наши негативные качества, высвечивает наши проблемы. Поэтому надо пускать свет в себя. Сейчас вот люди отгорожены немножко, они переполнены, мир переполнен войной, страданиями, хочется всем помочь. Это возможно, написали мудрецы? Это возможно. Каббала говорит, что и мир, и война, все находятся внутри человека. Надо исправлять себя, надо начинать себя. Проблема в том, что человеку часто удобнее бороться с исправлением мира, чем исправить себе хоть одну черту. Куда хочешь пойдет, на митинги, там еще куда-нибудь. С себя исправить? Ничего. Но Каббала говорит, что любые разрушения, включая даже природные катаклизмы, происходят только по одной причине. Одни люди испытывают ненависть к другим. Это меняет духовную обстановку мира, и, соответственно, приводит сюда войну, ненависть, там еще что-нибудь такое. Больше того, Каббала прямо так пишет, потоп, землетрясения, войны, происходят из-за всеобщей ненависти, которая сжигает наши сердца. И нет такого понятия, стихийное бедство. Оно не стихийное, это мы его вызвали. Человеческое поведение, людские сердца, это решающий фактор, от которых зависит состояние окружающей среды, и вообще мира всего. Каббалисты древности говорят, что если человек видит какое-то проявление агрессии на улице, в мире, там, по телевизору, в душе человека, остается определенная маленькая доля ненависти. И мы этим самым тоже приносим мир разрушения, потому что мы не очищаем себя. Пишут, что искоренив ненависть в своем сердце, мы можем исцелить все недуги мира. И это единственный путь, потому что это борьба с первопричиной. Но кто это понимает? Поэтому цель, в том числе, любой духовности, любой, включая наши уроки, чтобы человек чуть-чуть задумался. Потом, мир исправим потом. Начни с себя, сядь по себе, смотри объективным взглядом, где что-то не так, где можно исправить. Сегодня непростое время. И в самое вот это непростое время любое человеческое усилие будет оцениваться по самым высоким меркам. Брахавы от слаха. Продолжение следует... Продолжение следует...